Даунхилл или скоростной спуск с горы. В нем спортсмены соревновались на время и мастерство прохождения трассы. Крутую лесную тропинку усложняли природные неровности. Плюс к ним трамплины, контруклоны и мосты. Чтобы преодолеть все эти спецучастки, сначала спортсмены проходили весь склон пешком. От этого зависела безопасность и результат на дистанции во время спуска. Иногородние велосипедисты не просто приехали заранее, чтобы изучить спуск. На вершине сопки они разбили лагерь. Перед стартом у гостей из Владивостока было небольшое преимущество. Им не пришлось поднимать на вершину свои велосипеды, как другим гонщикам. Да и всё необходимое под рукой. И это уже как традиция, если едем куда-нибудь за пределы Владивостока, всегда с палатками остаемся на ночь. Интересно, компания, костёр, все дела. В международных гонках по Даунхиллу используются электронные датчики. На финише они фиксируют время спортсмена в пути и выдают результат. Местные организаторы пока ещё пользуются дедовским методом. Но от этого достоверность результатов не страдала. Два судьи на старте и финише с секундомерами подсчитывали точное время велосипедистов на спуске вплоть до доли секунды, потому что порой именно она отделяла соперников. По любой связи синхронизируют секундомеры, два секундомера. И судья на старте запускает с интервалом, в данном случае, в минуту, потому что участников немного. И потом на финише отмечается грязное время. Всего с горы спустилось 25 спортсменов. В отдельном заезде ехала элита, то есть взрослые и опытные гонщики. Свой заезд был и для юниоров. Там самым младшим участником соревнований стал луссурец Максим Серёгин. 11-летний велосипедист ехал под строгим папиным контролем, объезжая сложные спецучастки и минуя трамплины. В этот экстремальный спорт мальчика привёл папа, который пару лет назад волею судьбы познакомился с любителями горных велосипедов. Главу семьи затянул рисковый и захватывающий вид спорта. Он откуда-то узнал, что тут есть гора, где можно прыгать на трамплинах всяких. Он сначала ехал с одним дядей, потом решил меня с собой взять. Сын маленький, я ему не разрешаю прыгать, он просто спускается с горы. Я слежу за этим всем, чтобы он куда не надо не лез. И так вроде бы ему нравится». Протяжённость трассы около 1 километра 800 метров. В среднем спортсмены летели вниз со скоростью 30 км в час, огибая все повороты и преодолевая опасные виражи. Каждый год энтузиаст и разработчик этого спуска Вячеслав Майстренко перестраивает некоторые элементы на дистанции. Вместе с единомышленниками он придумывал или усложнял трамплины, добавляя плоские повороты и маленькие кикеры или, другими словами, отрывные столы, с которых происходит прыжок. «В Приморском крае это одна из самых длинных трасс. И она вся насыщена техническими элементами. Их множество, и они очень разнообразные. Тут вообще всё есть». Пару лет подряд уссурийский райдер Александр Воробьёв становился лучшим на домашней трассе и завоёвывал титул чемпиона в крае. Но в этом году Саше пришлось спуститься на ступень ниже. Две минуты 47 секунд – лучшее время на дистанции. И его показал гость из Владивостока Денис Зарецкий. Победителя из серебряного призёра отделили две секунды. Бронза также уехала в краевую столицу с Романом Нестеренко.